ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Время истины» и я, её ведущая, Мария Осяк. 22 июля Владыка Меркурий побывал с архипастерским визитом в селе Недвиговка Мясниковского благочения. Он совершил божественную тюргию в храме Успения Пресвятой Богородицы, а также осветил новую часовню. Об этих событиях в следующем сюжете нашего сегодняшнего выпуска. 22 июля Владыка Меркурий посетил хутор Недвиговка Мясниковского благочения. В историческом храме Успения Пресвятой Богородицы он совершил божественную литургию. За богослужением главе Донской митрополии сослужили благочины приходов Мясниковского округа протерей Тимофея Фетисов, старейший клирик епархии, почётный настоятель прихода протерей Пётр Пневский и настоятель храма Иерей Георгий Пневский. За богослужением молились глава администрации Мясниковского района Аршак Паркшиян, глава Недвиговского сельского поселения Ольга Колесникова, благотворители прихода, паломники и прихожане. Исторический Недвигов – отдалённый хутор Гниловской станицы. Успенский приход в Недвиговке ведёт свою историю с конца XVIII века. В начале века XX вместо старого храма был выстроен нынешний, из красного кирпича, освящение которого состоялось в 1915 году. В безбожные годы церковная библиотека и архив были сожжены, храм пострадал от реквизиций, а внутри него расположились конюшня и амбар. Стены Успенского храма до сих пор хранят в себе следы артобстрелов времён Великой Отечественной. Милостью Божией службы здесь возобновились в 1943 году, сперва лишь в тёплое время года. С 1982 года начинается период активного восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы. И хотя население Недвиговки – всего тысяча человек, сегодня здесь совершается полный годовой круг богослужений. В завершении Божественной Литургии почётный настоятель прихода, протеерей Пётр Пневский, несущий служение при храме в течение 30 лет, поблагодарил Высокопреосвященнейшего Меркурия за приезд и совместную молитву. Дорогой Владыка, спасибо и за моё недостойное рабо-божие уже в возрасте человека, который прошёл тот путь, такое внимание. Спасибо, Господи, за богослужения, за молитву. Глава Донской Метрополии обратился к верующим с архипастерским словом. В церкви мы всегда знаем, существует и должно существовать духовное преемство, когда опыт своей личной жизни в церкви, сопряжённый с опытом тех людей, которые были до нас, с опытом, который восходит в временах святых отцов и апостолов. Мы этот опыт передаём и словами, и делами, и щедростью своей души, и в этом сила нашей святой церкви. По окончании богослужения Владыка Меркурий совершил чин освящения часовни во имя равноапостольной княгини Ольги, возведённой на приходском подворье на месте первого Успенского храма. Митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий вручил награды благотворителям прихода, содействовавшим строительству часовни. Иван Чуприна был награждён медалью святителя Дмитрия Митрополита Ростовского второй степени, а Ольга Чуприна – архиерейской грамотой. 16 и 17 июля в Ростовском женском монастыре Иверской иконы Божьей Матери прошли царские дни. Съехавшиеся сюда со всего Донского края паломники в молитве нас вспоминали царственных мучеников. Об этом в нашей сегодняшней программе. 16 и 17 июля в Свято-Иверском женском монастыре прошли торжественные богослужения, посвящённые царским дням. Благочестивое предание, с которым связаны эти праздничные июльские даты, ведёт нас к 1914 году. В то время император Николай II вместе с царевичем Алексеем держали путь с Кавказских минеральных вод. Мимоходом они посетили обитель Иверского монастыря на окраине Ростова-на-Дону, где поклонились Божьей Матери у её чудотворной Иверской иконы. 17 июля сотни верующих пришли в Иверский женский монастырь вспомнить визит Николая II с сыном в святую обитель и молитвенно почтить память царской семьи. С утра 17 июля божественную литургию совершили благочины приходов Северного округа Ростова-на-Дону настоятель храма святителя Дмитрия Митрополита Ростовского протеерии Александр Пятницкий и благочины приходов Центрального округа протеерии Геннадия Макаренко, а также представители местного духовенства. За богослужением молились настоятельные со свято-иверского женского монастыря игуменья Рахиль вместе с сёстрами. После божественной литургии возле строящегося Свято-Троицкого храма служили водосвятный молебен царственным страстотерпцам. По завершении строительства один из пределов этого храма будет освящен в честь царственных мучеников. По окончании молебна верующие вместе с духовенством прошли крестным ходом вокруг монастыря. После чего был отслужен ещё один молебен под открытым небом. С пастырским словом ко всем молящимся обратился благочинный приходов Северного округа протеерии Александр Пятницкий. Он ещё раз напомнил о христианском долге святой молитвы, которая помогает умолить Господа к прощению грехов. Мы с вами сегодня совершили великий подвиг. На протяжении многих лет старались мы прийти к тому, чтобы царские дни совершались на нашей земле. В Екатеринбурге совершаются, но мы тоже связаны с именем царя. Мы хотели этого, причастившись святых тайн Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы смогли уже, очистившись духовно, вознести искренние молитвы ко Господу, к Его Пресвятой Владычице Богородице на земле Иверской обители и к святому страстотерпцу, государю, императору Николаю II и ко всей его семье. Настоятельница Иверского женского монастыря Игумения Рахиль поздравила всех с праздником, пожелала помощи Божией и заступничества царской семьи. 21 июля в Таганроге осветили и подняли купола на часовню Казанской иконы Божией Матери. Там побывали корреспонденты и партийные телестудии Дом Православный. 21 июля в Таганроге по благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита Ростовского и Новочеркасского, главы Донской митрополии, состоялось освящение и установка купола на часовню в честь Казанской иконы Божией Матери, воздвигаемой на площади перед Старым городским вокзалом. Молебен на освящении купола совершили благочинные приходов Таганрогского округа протеерий Алексей Лысиков, клирик храма святого Георгия Победоносца города Таганрога иеромонах Иосаф Кислица и священник Свято-Никольского храма города Таганрога отец Борис Гущин. На богослужении присутствовали представители городской администрации во главе с мэром города Владимиром Просоловым и председателем городской думы Юрием Стефановым. Казаки во главе с атаманом Таганрогского округа, казачьим полковником Александром Шепеленко, а также многочисленные прихожане городских храмов. 18 июля православные верующие молитвенно вспоминают одного из величайших в нашем Отечестве святых, преподобного Сергия Радонежского. В этот день на Свято-Троицком приходе Ростова-на-Дону в храме, освященное во имя этого святого, праздновали престольный праздник. 18 июля православные верующие молитвенно воспоминали обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского, «Всея России чудотворца». В житии святого Сергия этот эпизод описывается так. Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братья. «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И когда рыли рвы для фундамента нового храма во имя живоначальной Троицы, обнаружили не только тело, но и одежды преподобного невредимыми, хотя кругом гроба действительно стояла вода. «В этот день я хотел пожелать всем нам помощи Божьей во всем, по словам преподобного Сергия Радонежского, чтобы мы хранили веру православную, в ней же есть спасение. Чтобы те благодать от чистых мощей, которые мы слышали в молитве, богатые, изливающие на всех, которые прикасаются и приходят к этой великой святыне, то есть оставил человек землю, эту жизнь, но никто не ушел совсем, а Господь сохранил, как пишет, поется в 33-м псалме, «Господь хранит за праведникся кости, не едино от них сокрушится, а вот смерть грешника улюта». И вот Господь не только сохранил его, как мы слышали в проповеди, не только тело, но даже вещи остались нетленными. Благодаря стараниям отца Иоанна, его неудержимой энергии стало возможным строительство прихода с великолепным ансамблем из двух храмов – Свято-Троицкого и Свято-Сергиевского. Первый на Донской земле храм во имя преподобного Сергия Радонежского появился в 1996 году. Уже в 1997 году в Свято-Сергиевском храме, освященном иерейским чином, начали совершать божественную литургию. Песня «Сергиевского храма» В своей праздничной проповеди отец Иоанн трижды сделал акцент на том, что ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит от него, то оскверняет человека. По завершению божественной литургии и крестного хода вокруг храма Святому Сергию, все прихожане были приглашены к специально приготовленному для них угощению на территории Свято-Троицкого прихода. 21 июля православная церковь чтит память чудотворной иконы Божьей Матери Казанская. В этот день на Свято-Казанском приходе Ростова-на-Дону прошло богослужение престольного дня. Божественную литургию возглавил секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону, благочины прихода Западного округа протеерей Иоанн Осяк. Праздничную божественную литургию в Свято-Казанском храме возглавил секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону протеерей Иоанн Осяк при сослужении благочинного северного округа протеерея Александра Пятницкого, настоятеля храма протеерея Дмитрия Соболевского, наместника Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря Игумена Макария Зеленкова, а также клириков Свято-Казанского храма. За божественную литургию вместе со священнослужителями молились глава администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктор Бережной, делегация Ростовского государственного медицинского университета и большое количество прихожан и гостей, прибывших в Свято-Казанский храм по случаю престольного праздника. По давно сложившейся на Казанском приходе традиции, праздничное богослужение закончилось общей трапезой на территории храма, организованной сестричеством во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской, в которой приняли участие до 600 человек. 16 июля на Ростовском приходе при половине Пятидесятницы прошло совещание руководителей епархиальных отделов по церковной благотворительности и социальному служению Донской митрополии. В рабочей встрече также приняли участие руководители благотворительных организаций и фондов, действующих на территории Ростовской области. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской на Дону епархии провел рабочее совещание, в ходе которого были проанализированы направления различных видов деятельности отдела и обговорены планы работы на ближайшее будущее. В обсуждении круга вопросов приняли участие руководители социальных отделов Донской митрополии, а именно руководитель социального отдела Ростовской надонной епархии Иерия Антония Сяк, Сальской и Волгодонской епархии, протерей Борис Фёдоров, Шахтинской епархии Иерия Владислав Касьянов, а также специалисты и руководители благотворительных фондов. На рабочем совещании рассматривались варианты открытия православного центра, где будут задействованы психологи, православные врачи, священники и добровольцы. Уже в ближайшее время откроется православный пункт приёма выдачи одежды. На сегодняшний день в отделе работает телефон доверия, по которому можно проконсультироваться по вопросам таких заболеваний, как ВИЧ, гепатит, а далее получить направление к врачу. Много людей, которые имеют эту болезнь, по некоторым соображениям боятся сказать, стесняются. Есть люди, которые могут прийти к священнику, сказать об этом на исповеди, это тайная исповедь, и где священник может в любой храме, в любой церкви сказать и направить, куда можно обратиться, чтобы в этом деле помочь. Этим людям преодоление этой болезни, или хотя бы уж как-то с ней жить, но понимать уже, что это болезнь, это средство греха, как правило, это башенство. На совещании также обсудили работу проведенных мероприятий особой значимости, тарелочного сбора в помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Краснодарском крае и фестиваля «За жизнь», который проходил в рамках общецерковного съезда социального служения. Ростов без наркотиков Уже 7 лет в Ростовской наданной епархии действует православное молодежное движение «Ростов без наркотиков». 18 июля его участники совершили паломничество к святыням Новочеркасской и станице Старочеркасской. Вместе с ними поездки побывали корреспонденты и по архиальной телестудии «Дом православный». 18 июля была организована паломническая поездка для участников молодежного движения «Ростов без наркотиков». С утра члены организации собрались на Свято-Троицком приходе, чтобы поздравить с престольным праздником храма Сергия Радонежского своего духовного наставника, настоятеля прихода, протеерея Иоанна Осяк, и подарить ему подарки, сделанные своими руками. Для меня вообще не существует понятия такого, вообще не идея, что было раньше. Для священника, мне кажется, больше подарка нет, чем вы станете полноценными гражданами, а мы уже ими стали. Поэтому спасибо большое. После автобус с группой паломников «Ростов без наркотиков» отправился к историческим местам Ростовской области. Первым пунктом прибытия стал памятник архитектуры XIX века – Донской музей в городе Новочеркасске. Участники движения «Ростов без наркотиков» смогли увидеть уникальные экспонаты старейшего музея Юга России, узнать много интересных деталей из истории Донского казачества и всего нашего государства. В ходе поездки паломники посетили Новочеркасский Вознесенский собор, Святую обитель мужского Святодонского монастыря в станице Старочеркасской и Воскресенский войсковой собор. Около 50 человек движения «Ростов без наркотиков» приняли участие в паломнической поездке. Все эти люди приехали из разных городов для того, чтобы с помощью Божьей излечиться от пагубных привычек. Мы стараемся, чтобы наши воспитанники и люди, которые проходят реабилитацию в реабилитационных центрах «Ростов без наркотиков» воцерковлялись. Воцерковление входит как изучение священного писания, предания старцев, так и паломнические поездки. И отец Иоанн благословил нас на эту поездку. Мы сегодня были в Новочеркасском кафедральном соборе, и мы приехали сюда, в монастырь в Старочеркасске, чтобы ребята, девушки, которые проходят реабилитацию, они видели историю, видели то, как становилась Россия. Некоторые участники «Ростова без наркотиков» несут послушание уже несколько месяцев, а кто-то приехал совсем недавно. Есть в организации даже те, кто уже проходил реабилитацию и вернулся, чтобы еще больше духовно укрепиться и помочь сделать это братьям и сестрам. В Ростове-на-Дону я теперь уже нахожусь почти 4 года и уже руковожу с женским центром. Прошла реабилитацию, я бывшая наркозависимая, ну и теперь уже веду как бы самую работу, занимаюсь женской реабилитацией. Да, наша организация, мы проводим различные мероприятия, мы и акции по кормлению малоимущим проводим, там и спор против наркотиков проводили, большое тоже спортивное мероприятие, потом вот кубок дворовых команд. В монастырском урочище-комплице состоялась небольшая трапеза и общение участников поездки. С 17 июля в Азовском храме Блаженного Павла Таганровского прошло крещение младенцев, детей осужденных женской колонии, а также из самих заключенных этого исправительного учреждения. Об этом в событии в нашем сегодняшнем выпуске. 17 июля в храме Святого Блаженного Павла Таганровского крестились 21 человек. Крещение было не совсем обычное. Храм находится на территории женской Азовской колонии, и ровно половины крещаемых – 10 грудных детей. Все крещаемые здесь дети родились за колючей проволокой. Их мамы были судимы за тяжкие нарушения закона, и многие из них отбывают уже не первый срок. До трехлетнего возраста дети содержатся в доме матери и ребенка при колонии. Сейчас там находится 48 детей. Храм Павла Таганровского был освящен в мае 2008 года. Строительство курировали священнослужители храма Святой Троицы города Азова при содействии исправительной колонии номер 18. Строительство велось с 2005 года на целевые пожертвования из анонимных фондов и от частных лиц. Таинство крещения совершали священники храма Святой Троицы города Азова иерей Николай Юрченко и иерей Михаил Бабинцев. Система исправительная, а не наказательная. То есть действительно государство работает в направлении именно исправления человека. Я думаю, именно с этим связано и такое тесное взаимодействие с церковью. То есть система социальных лифтов, она действительно дает свои результаты. Благодать Божия, которая поддается человеку в таинствах, она действительно преображает человека. И я как свидетель этого, я об этом говорю и свидетельствую о том, что я действительно вижу. То есть из тех людей, которые здесь у нас воцерковляются, в этом храме, я еще за последние пять лет, я здесь пять лет уже несу послушание, не видел еще ни разу человека, чтобы он вернулся, человек воцерковленный, в стены данного заведения. То есть человек действительно меняется и преображается. По закону мама может жить с ребенком до года. По истечению трехлетнего срока детей по доверенности передают родственникам. Если у мамы никого нет, то ребенка ожидает детский приют. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний говорят, что это единичный случай. Ежегодно в Ростовской наданной епархии действуют православные лагеря летнего отдыха. В двух таких лагерях уже подвели итоги летней смены. Здесь состоялась церемония закрытия. На торжественных мероприятиях там побывали корреспонденты и по археальной телестудии «Дом православный». 20 июля в селе Красный Десант, неподалеку от Таганрога, прошло торжественное закрытие православного учебно-тренировочного лагеря Центра военно-патриотической подготовки Всевеликого войска Донского. Поздравить юных казаков с окончанием сборов приехали духовник Центра, благочинный приходов Мясниковского округа, прятерий Тимофей Фетисов, мэр Таганрога Николай Федянин, глава администрации Никлиновского района Андрей Журавлёв, а также атаманы и казаки юртовых, городских и станичных обществ во главе с войсковым атаманом Виктором Петровичем Водоладским. «Объединить на территории Всевеликого войска Донского все разрозненные сегодня отряды, центры и создать мощную систему подготовки казачьего спецназа, которая послужит базой и основой для всего православного казачества, молодёжи, детей, потому что сегодня ваша выучка, ваше мастерство – это показатель здорового образа жизни». Воспитанники Центра военно-патриотической подготовки продемонстрировали гостям воинское мастерство, приобретённое во время занятий и сборов – рукопашный бой, сборку-разборку автомата, крутку с шашкой. Каждому из молодых людей, прошедших сборы, были вручены сертификаты участников, а лучшим из лучших – благодарственные письма от имени войскового атамана. Командиру показательной группы, участники которой прошли срочную службу в войсках специального назначения и теперь занимаются с воспитанниками Центра, был вручён Кубок сборов. Благотворитель учебно-тренировочного лагеря Геннадий Бородин был удостоен ордена за веру Дон и Отечество Третьей степени. И, конечно же, главное, что приобрели в ходе сборов сами молодые казаки – это боевые навыки и умения, а также чувство единства и взаимной поддержки, во все времена свойственные православным воинам. «Показывали выступление, но я решил тоже попробовать записаться, и так и всё и пошло. Доволен, не пожалел. Тяжело бывает, но выдерживаю. Ещё в армии пригодится». Православный учебно-тренировочный лагерь проходит уже второй год подряд. Семена духовно-патриотического воспитания молодого поколения жителей Донского края дали благие всходы. И можно ожидать, что в ближайшие годы подобные центры военно-патриотической подготовки появятся во многих городах и станицах Ростовской области. «Я считаю, что сборы удались в этом году даже лучше, чем в прошлом году. Потому что действительно и мы растём, и ребята растут, и мы действительно видим поддержку областной администрации в виде нашего Верховного атамана, что действительно нашему центру быть, за ним будучи». Летний православный лагерь Таганрожского благочения открывает свои двери для детей вот уже четвёртый год. В этом году здесь отдыхали 80 детей из разных приходов в благочине. Эта смена длилась всего пять дней. Обучающие игры, образовательные программы, развлекательные мероприятия. Дети просто не успевали скучать. В первый день лагерь открыл сам Пётр I и дал детям задание – посетить все памятные места Таганрога, узнать много интересного о замечательных людях, живших в этом городе, научиться у них человеческим добродетелям и обо всём доложить Его Императорскому Величеству. «Таганрог – моя малая родина» – таков был девиз лагерной смены в этом году. Особое внимание уделялось изучению житий святых и подвижников благочестия, чьи имена украсили историю православия Таганрога. Участники лагеря побывали в местах, связанных с жизнью и почитанием святого блаженного Павла Таганрожского, прошли по Таганрожскому некрополю, где находятся могилы многих подвижников благочестия. «Православные педагоги относятся к своей работе с любовью, то дети воспринимают и открывают для себя православие как территорию радости, как территорию любви, там, где ребёнок может познать руку помощи своего ближнему, научиться терпению, срисхождению, он учится радости во Христе. Это, по-моему, самое главное, то, что мы пытаемся добиться от нашего православного лагеря». В рамках приключенческой исторической игры «Неизведанный город», суть которой заключалась в путешествии по историческому центру Таганрога, дети рыскали в поисках похищенной карты без помощи взрослых. Разыскивая секретные коды, дети заходили в музей города, встречали таинственных агентов, получали шифрованные указания из таксофонов и находили спрятанные письма. Воспитатели шутят, что такими темпами, какими развивается лагерь, в следующем году смена будет длиться не 5, а 55 дней. Они встретятся снова, чтобы провести вместе незабываемые дни в интересных играх, даже полезном общении со священниками и педагогами. И автобусы с разноцветными шарами будут ждать их, чтобы всеми вместе отправиться в новые увлекательные путешествия. Эти и другие видеосюжеты телестудии «Дом православный» вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу www.domprav.ru «Дом православный»